Друзья, всех приветствую на своем канале. Я сейчас в Благовещенске и решила еще раз прогуляться по набережной Амура. В предыдущем видео мы с вами немного познакомились с набережной. Кто не видел, ссылку я оставлю в описании. Сегодня прибрежный преминат является главной пешеходной улицей города. Вот такие здесь интересные лавочки установлены. Набережная облицована мрамором и фрусчаткой. Имеет кованые узорчатые ограждения. Украшена цветами и растениями. А также благоустроена лавочками, фонарями и обзорными площадками. На мой взгляд, это самая большая и красивая набережная в России. Здесь можно найти много памятников, скульптур и арт-объектов. А мы приближаемся к одному из самых трогательных памятников. Скульптура посвящена собаке, которая во время паводка 2013 года целую ночь простояла по шею в воде на крыльце затопленного дома в селе Владимировка. Хозяев эвакуировали, но собака вернулась к родному дому, а утром за всом на лодке приплыли хозяева. На табличке надпись «Собака по кличке Дружок, ставшая во время наводнения 2013 года в Амурской области символом мужества, преданности, любви к дому и родине». Фотографию собаки-героя и рассказ о подвиге Дружка хозяйка разместила на своей странице в социальной сети, после чего пёс стал героем интернета, а потом хозяйку и собаку пригласили для участия в программе «Пусть говорят» на Первом канале. На набережной установлен рядный боевой катер. Данный бронекатер участвовал в боях в составе Дунайской флантилии в освобождении стран Восточной Европы, а с 1967 года нёс боевое дежурство на Амуре. Бронекатер установлен на вечную стоянку как памятник боевой славы. Одним из главных символов города является Триумфальная арка, которую построили в 1891 году к приезду в город цесаревича Николая Александровича, будущего императора Николая II. Во времена изгнания царской власти в 1923 году строение изменило имя на арку имени Пятой Краснознаменной армии. Спустя пять лет произошло сильное наводнение, в результате которого арка была частично разрушена, а позднее её и вовсе решили разобрать. В начале 21 века произошло восстановление исторической постройки. В центре набережной находите памятник Муравьёву Амурскому Николаю Николаевичу. Он был генерал-губернатором Восточной Сибири, основателем крупных дальневосточных городов Волговещенска, Хабаровска и Владивосток. Посмотрите, какая здесь красивая дизайнерская клумба. Дизайнерская клумба. Ещё один символ Волговещенска – памятник пограничника с собакой, потому что это пограничный город. Пограничник изображён в форме времён Гражданской войны, с пятикопеечной звездой на фуражке. А пограничный столб увенчан современным Дуговым Оргом. Но это несоответствие символизирует связь поколений и непогребимость границы русской земли. Гуляя по набережной, невозможно пройти мимо этой прикольной скамеечки и не сфоткаться. Очень оригинальная жанровая композиция. Невозмутимый кот, сорока и милый пёсик. Табличка гласит «Невозмутимый кот». Не дадут ведь посидеть, помырлыкать, подремать. У всех моя невозмутимость начинает раздражать. Рядом находится ещё одна достопримечательность – ротунда. Круглая беседка с прозрачным куполом и расположенными по периметру колоннами является украшением набережной. Вечером она подсвечивается. Идём дальше и видим пограничную вышку, выполненную в форме маяка. Мне она напоминает маяк в городе Балтийске. Используется по прямому назначению. Вечернее время подсвечивается. А рядом находится пограничный столб. Благовещенская башня – телевизионная и радиовещательная башня, доминанта набережной, которую видно издалека, и даже из Китая она хорошо просматривается. В вечернее время на башне включают иллюминацию. До всей набережной разбиты клумбы, посажены цветы. Сейчас июнь месяц, но цветы не спешат распускаться. Здесь огромный перепад температур между днём и ночью. Днём может быть плюс 25 градусов, а ночью плюс 10, а то и меньше. А мы приближаемся к интересному арт-объекту. Суровый бык сделан из автозапчастей. Местные жители иногда называют быка огненным, так как необычным было открытие скульптуры. Быка завернули в газеты, а затем вокруг неё устроили фаер-шоу. Во время огненного выступления подожгли бумагу, и бык торжественно предстал перед взором зрителей. Здесь также есть необычная скульптура – цветочный шар. Шар, состоящий из шара с цветами, которая в тёмное время суток подсвечивается. Ещё один арт-объект – Большое сердце. Жанровая скульптура в форме красного сердца. На этом на сегодня прогулку по набережной я заканчиваю. Длинные видео я не делаю, чтобы не утомлять вас. Как видим, набережная очень хорошо богоустроена, и продолжается её реконструкция. Но на набережной ещё много исторических архитектурных памятников конца 19-го – начала 20-го века. Есть артиллерийский полкопонир, городской парк и многое другое. Но об этом в следующий раз. Прогулка по Боговещенску продолжается. Следите за новыми выпусками. До скорых встреч и всего вам самого доброго!